мухаммед петов миша черкес смотрящий за армавиром вор в законе о ворах в законе существует довольно интересный факт те законники кто родился на курортном побережье черного моря редко покидают место своего рождения предпочитая здоровый климат краснодарского края и местные курорты этим они отличаются от авторитетов выросших где-нибудь в сибири или дальнем востоке и перебравшихся в москву которая всегда манила уголовных лидеров за уралия одним из воровских авторитетов в краснодарском регионе был мухаммед петов по прозвищу миша черкес первый и единственный коронованный адыгеец миша черкес петов мухаммед рамазанович родился 30 августа 1967 года в конаковском ауле краснодарского края с детства отличался дерзостью среди сверстников это и придавало ему авторитета в глазах шпаны а в дальнейшем привело в криминальные круги в компании отморозков в 1985 году мухаммед петов совершил групповое изнасилование за что был осужден в 1986 году на 7 лет несмотря на то что с такой статьей не могло быть и речи о воровской карьере а скорее попадание в низшую тюремную касту миша черкес смог доказать паханом колонии что не причастен к преступлению как говорит источник воры после рассказа петова о том что его оболгали на суде заслали на волю запрос об арестанте уж больно он придерживался воровских понятий и сразу стал в отрицалово к администрации колонии поэтому опускать такого человека не решились справедливо отметив что необходимо проверить его слова и действительно источники подтвердили что миша черкес не принимал участие в изнасиловании попав в тюрьму по наговору после этого никаких вопросов к петову больше не возникало а он на зоне укрепил свой авторитет разрешая конфликты между заключенными в конечном итоге мухаммед петов был коронован в законнике в 1993 году как раз по освобождению языка 4 армавира надаром штаманитянам надар армавирский как поговаривали мишу черкеса короновали не только за его заслуги перед уголовным миром но и для того чтобы он смог повлиять на адыгейских авторитетов не признающими воровские порядки хотя были и противники коронации в лице славянских воров волчка и щенка имевших в армавире свои интересы но их мнение не было принято в расчет смотрящий за армавиром насколько известно став коронованной особой миша черкес привлек в криминальные дела некоторых своих родственников сам он быстро выбился в лидеры его действительно уважали и боялись если петов за что-то брался то всегда доводил до конца и никогда не бросал слов на ветер в скором времени он уже контролировал значительную часть армавира его люди собирали дань с торговцев и при необходимости защищали их от посягательств других бригад если коммерсант был связан с миши черкесом то мог не бояться вести свои дела и далеко за регионом так как мухаммеда петова знали практически все влиятельные авторитеты россии и при случае могли помочь его людям в своих регионах 7 ноября 1994 года в результате дтп погиб смотрящий за армавиром на дар армавирский именно миша черкес возглавил вместо погибшего всю местную организованную преступность весь город стал подконтрольным петову и его бригаде лишь спустя 18 лет здесь появится вор в законе аром уродян но все эти годы именно мухаммед петов являлся ставленником воров в законе по армавиру под его контролем были предприятия пищепрома общепита и горного бизнеса смотрящий возвращал владельцам угнанных автомобилей их машины за денежные вознаграждения влияние миши черкеса распространилась на весь краснодарский край под его контролем находился краевой общак из которого стабильно выделялись деньги на поддержку тюрем и лиц освободившихся из колоний противник деда хасана между тем краснодарский край считавшийся вотчиной деда хасана был поделен его ставленниками и только армавир был не подконтролен дедушки он всячески пытался склонить петова на свою сторону но смотрящий по армавиру был непреклонен и ставил палки в колеса ставленником воровского патриарха этим миша черкес навлек на себя гнев усаяна на жизнь петова начались покушения первое состоялось 18 октября 1997 года когда киллер лаврентий козырян забросал гранатами и расстрелял в армавире петова и его окружение в результате чего несколько человек погибли а другие получили тяжелые ранения сам вор в законе остался в живых отделавшись ранениями следующее покушение на бескомпромиссного вора было совершено в 2003 году в результате него мухаммед петов на всю оставшуюся жизнь был прикован к постели так как от ранения повредились важные органы развенчание став инвалидом миша черкес продолжал управлять своей теневой империей но стал легкой добычей для деда хасана поэтому 22 октября 2005 года его вызвали на сходку представители дедовского клана встреча происходило на окраине армавира вора в законе привезли на нее лежащим в газели так как вставать он уже не мог оказавшись против стоящих противников в лице воров владимира волкова волчок реваза бухни кашвили пецео гаджи халимбекова гаджи ставропольский лаврентия челокидиса лёва марниульский али каминалина олег сочинский артура гарибяна артур краснодарский и романа кощаева рома кощей миша черкес слушал претензии в отношении него законники утверждали что петов разбазаривал воровской общак творил беспредел и даже изнасиловал жену одного из смотрящих никакие аргументы черкеса не были приняты сходкой и он был лишён воровского имени как говорит источник mzk 1.ru решение не изложить петова было принято не из-за тех аргументов которые ему предъявляли законники видели что смотрящий после паралича не совсем адекватно представлял себе обстановку творившуюся вокруг него в каком-то смысле у него не стало четкого мышления которое присутствовало до рокового ранения вор больше не обладал былой хваткой и решимостью так как болезнь прогрессировала и не давала покоя петову такого человека нельзя было оставлять на посту смотрящего и не желая объявлять ему в глаза истинную причину что он больше не подходит на этот пост из-за своего увечья авторитеты по крупицам собрали компромат который бы мог стать поводом для раскорона цели несмотря на свое положение миша черкес смог выстоять в криминальном мире армавира хоть и без воровских полномочий его слово по-прежнему оставалось законом для уголовного мира мухаммед петов заставил считаться собой даже лидеров местных влиятельных опг которые могли бы пойти на поклон к деду хасану но предпочли остаться с бывшим смотрящим смерть миша черкеса уже в десятых годах мухаммед петов сильно сдал в здоровье его тело убивал паралич начавшийся от шеи и ниже последние 15 лет жизни бывший вор спасался только сильно действующими препаратами которые поддерживали в нем относительную ясность мышления уже в апреле 2018 года миша черкес стал совсем плох и его доставили в немецкую клинику где должны были помочь но в день приезда в лечебное учреждение бывший гроза армавира скончался от остановки сердца тело покойного доставили на родину похоронив на кладбище в армавире как поговаривали мишу черкеса короновали не только за его заслуги перед уголовным миром но и для того чтобы он смог повлиять на адыгейских авторитетов не признающими воровские порядки хотя были и противники коронации в лице славянских воров волчка и щенка имевших в армавире свои интересы но их мнение не было принято в расчет смотрящий за армавиром насколько известно став коронованный особой миша черкес привлек в криминальные дела некоторых своих родственников сам он быстро выбился в лидеры его действительно уважали и боялись если петов за что-то брался то всегда доводил до конца и никогда не бросал слов на ветер в скором времени он уже контролировал значительную часть армавира его люди собирали дань с торговцев и при необходимости защищали их от посягательств других бригад если коммерсант был связан с мишей черкесом то мог не бояться вести свои дела и далеко за регионом так как мухаммеда петова знали практически все влиятельные авторитеты россии и при случае могли помочь его людям в своих регионах 7 ноября 1994 года в результате дтп погиб смотрящий за армавиром на дар армавирский и именно миша черкес возглавил вместо погибшего всю местную организованную преступность весь город стал подконтрольным петову и его бригаде лишь спустя 18 лет здесь появится вор в законе аром уродян но все эти годы именно мухаммед петов являлся ставленником воров в законе по армавиру под его контролем были предприятия пищепрома общепита и горного бизнеса смотрящий возвращал владельцам угнанных автомобилей их машины за денежные вознаграждения влияние миши черкеса распространилась на весь краснодарский край под его контролем находился краевой общак из которого стабильно выделялись деньги на поддержку тюрем и лиц освободившихся из колоний противник деда хасана между тем краснодарский край считавшийся вотчиной деда хасана был поделен его ставленниками и только армавир был не подконтролен дедушки он всячески пытался склонить петова на свою сторону но смотрящий по армавиру был не преклонен и ставил палки в колеса ставленником воровского патриарха этим миша черкес навлек на себя гнев усаяна на жизнь петова начались покушения первое состоялось 18 октября 1997 года когда киллер лаврентий козырян забросал гранатами и расстрелял в армавире петова и его окружение в результате чего несколько человек погибли а другие получили тяжелые ранения сам вор в законе остался в живых отделавшись ранениями мухаммед петов миша черкес смотрящий за армавиром вор в законе а ворах в законе существует довольно интересный факт те законники кто родился на курортном побережье черного моря редко покидают место своего рождения предпочитая здоровый климат краснодарского края и местные курорты этим они отличаются от авторитетов выросших где-нибудь в сибири или дальнем востоке и перебравшихся в москву которая всегда манила уголовных лидеров за уралия одним из воровских авторитетов в краснодарском регионе был мухаммед петов по прозвищем миша черкес первый и единственный коронованный адыгеец миша черкес петов мухаммед рамазанович родился 30 августа 1967 года в конаковском ауле краснодарского края с детства отличался дерзостью среди сверстников это и придавало ему авторитета в глазах шпаны а в дальнейшем привело в криминальные круги в компании отморозков в 1985 году мухаммед петов совершил групповое изнасилование за что был осужден в 1986 году на семь лет несмотря на то что с такой статьей не могло быть и речи о воровской карьере а скорее попадание в низшую тюремную касту миша черкес смог доказать паханом колонии что не причастен к преступлению как говорит источник воры после рассказа петова о том что его оболгали на суде заслали на волю запрос об арестанте уж больно он придерживался воровских понятий и сразу стал в отрицалово к администрации колонии поэтому опускать такого человека не решились справедливо отметив что необходимо проверить его слова и действительно источники подтвердили что миша черкес не принимал участие в изнасиловании попав в тюрьму по наговору после этого никаких вопросов к петову больше не возникало а он на зоне укрепил свой авторитет разрешая конфликты между заключенными в конечном итоге мухаммед петов был коронован в законнике в 1993 году как раз по освобождению языка 4 армавира надаром что монетянам надар армавирский следующее покушение на бескомпромиссного вора было совершено в 2003 году в результате него мухаммед петов на всю оставшуюся жизнь был прикован к постели так как от ранения повредились важные органы развенчание став инвалидом миша черкес продолжал управлять своей теневой империей но стал легкой добычей для деда хасана поэтому 22 октября 2005 года его вызвали на сходку представители дедовского клана встреча происходило на окраине армавира воров законе привезли на нее лежащим в газели так как вставать он уже не мог оказавшись против стоящих противников в лице воров владимира волкова волчок реваза бухни кашвили пецео гаджи халимбекова гаджи ставропольский лаврентия челокидиса лёва марниульский али каминалина олег сочинский артура горебяна артур краснодарский и романа кощаева рома кощей миша черкес слушал претензии в отношении него законники утверждали что петов разбазаривал воровской общак творил беспредел и даже изнасиловал жену одного из смотрящих никакие аргументы черкеса не были приняты сходкой и он был лишён воровского имени как говорит источник мзк 1.ру решение не заложить петова было принято не из-за тех аргументов которые ему предъявляли законники видели что смотрящий после паралича не совсем адекватно представлял себе обстановку творившуюся вокруг него в каком-то смысле у него не стало четкого мышления которое присутствовало до рокового ранения вор больше не обладал былой хваткой и решимостью так как болезнь прогрессировала и не давала покоя петову такого человека нельзя было оставлять на посту смотрящего и не желая объявлять ему в глаза истинную причину что он больше не подходит на этот пост из-за своего увечья авторитеты по крупицам собрали компромат который бы мог стать поводом для раскорона цели несмотря на свое положение миша черкес смог выстоять в криминальном мире армавира хоть и без воровских полномочий его слово по-прежнему оставалось законом для уголовного мира мухаммед петов заставил считаться собой даже лидеров местных влиятельных о пг которые могли бы пойти на поклон к деду хасану но предпочли остаться с бывшим смотрящим смерть миша черкеса уже в десятых годах мухаммед петов сильно сдал в здоровье его тело убивал паралич начавшийся от шеи и ниже последние 15 лет жизни бывший вор спасался только сильно действующими препаратами которые поддерживали в нем относительную ясность мышления уже в апреле 2018 года миша черкес стал совсем плох и его доставили в немецкую клинику где должны были помочь но в день приезда в лечебное учреждение бывший гроза армавира скончался от остановки сердца тело покойного доставили на родину похоронив на кладбище в армавире